Как понять, коронавирус у тебя или нет? Ты уже закупилась гречкой и бумагой. Почему не рис, не кунжут? Ну, гречка роднее. Рядом со мной сидели китайцы, я такая, типа... Однако на панике все, однако гречки в магазинах нет. Не трогать лицо руками лишний раз, конечно, это неизбежно. Я не могу позволить себе карантин-то сидеть дома, потому что думаю о других людях. Друзья, сейчас не самые простые времена, и мы на канале «Секреты» просим вас ответственно относиться к окружающим. Соблюдать гигиену, мыть руки, не дотрагиваться до лица, и, чтобы полностью исключить возможность заразиться и заразить других, самоизолироваться и не выходить из дома. Многим сложно представить, как можно так долго прожить, не выходя из квартиры, однако сейчас сервисы настолько развиты, что ваша жизнь не сильно изменится. Например, любое блюдо сейчас можно заказать с помощью Яндекс.Еды, и курьер доставит его прямо вам домой. А если вы хотите сами приготовить для семьи ужин, не обязательно для этого нарушать карантинные меры и выходить в магазин. Ну и, наконец, если вы хотите отправить вашим близким, например, еду или продукты, просто закажите Яндекс.Такси и выберите тариф «Доставка». Сейчас реальность такова, что людьми, которые обеспечивают нашу с вами полноценную жизнь, стали курьеры и водители. Именно за счет них мы можем полноценно жить и работать даже в условиях карантина. Поэтому давайте будем в отношении них ответственными, и не будем забывать о том, что, например, садясь в такси, по возможности нужно надеть маску, и не выхватывать пакет с едой из рук курьера, ведь они доставляют сейчас бесконтактным способом. И не скупать все из лавки, отдавая себе отчет в том, что другим людям тоже нужно купить продукты. И еще. В Яндекс.Еде и в Яндекс.Такси есть возможность оставлять чаевые прямо в приложении. Я думаю, это хороший способ отблагодарить курьеров и водителей за их работу. Давайте заботиться друг о друге, ведь сейчас это важно как никогда. Привет, меня зовут Алина, мне 23 года. Я считаю, что коронавирус — это не шутки, обязательно, обязательно. Нужна профилактика, нужно думать не только о себе и своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей. Привет, меня зовут Артур, мне 26, я преподаю английский. И я считаю, что серьезность коронавируса, конкретно в России, она слегка преувеличена. Скажи, ты, насколько сильно ты боишься заразиться этим вирусом? У меня нет страха, но вообще, что такое коронавирус? Самое страшное, что может быть, да, ты можешь переносить этот вирус, то есть ты можешь им заразиться, но не знать об этом. Ты можешь просто чихнуть, и у тебя этот вирус выйдет, да, грубо говоря. А другой человек заразиться, вообще, самая рисковая категория — это люди 50+. То есть ты просто можешь заразить других людей, и для них это будет не просто чих, а это будет смертельно возможно. Поэтому я отношусь к этому серьезно и считаю, что обязательно нужна профилактика, и нужно обязательно следить за своим здоровьем, за гигиеной. Вот, как-то так. Скажи, а ты уже закупилась гречкой и бумагой? Гречки и бумагой нет, но я считаю, что продукты будут всегда, да. Но дезинфектором, с масками у меня это все есть. Я постоянно мою руки, и недавно, например, я чуть-чуть приболела, это был не коронавирус, просто РВИ, но я не ходила на работу, дабы не заражать других людей. Это ответственность. То есть нужно не только ответственность чувствовать за себя, но и за других людей. Вот. А какие ты меры еще принимаешь? Какие меры принимаешь? Против, ну, чтобы обезопасить себя, там, окружающих? Ну, как я уже сказала, это элементарные просто вещи. Мыть руки, пользоваться антисептиком, и там не трогать лицо руками лишний раз, потому что через слизистую вирус попадает в организм. Все. Ну, маски ношу еще. На работу я хожу в маске. Хорошо. Ну, то есть ты ходишь в места скопления людей, по сути? Да, конечно, это неизбежно. Я не могу позволить себе карантин, потому что я работаю, мне нужно как-то себя кормить и получать деньги. Вот. А почему ты так относишься? Ты думаешь, что раздули, да, этот момент? Я думаю, что раздули. И конкретно в России. Немножечко люди у нас паникуют гораздо сильнее, чем требуется. Вот. При этом, если посмотришь на улицах, мало кто что соблюдает, но паникуют все. Это ли не бред? То есть людные места, они по-прежнему людные. Ну, маски, ни у кого масок нет. Да, на улице. Я, по-моему, два человека встретил за прошедшие четыре дня в масках. Однако на панике все. Однако гречки в магазинах нет. Однако бумаги тоже говорят нет. Это раз. А два, я могу объяснить, почему мне кажется, что в России этот вирус, он не настолько страшен. Объясни, интересно. Наша страна уникальна чем? Тем, что у нас самая большая территория в мире, верно? Да, конечно. При этом популяция у нас небольшая, 140 миллионов. На самую большую территорию в мире, 140 миллионов, представляешь, да, какая плотность населения низкая? Ну, да. То есть там на один квадратный километр, условно, там гораздо меньше людей, чем в Китае или тем более в Европе. В Европе бывало когда-нибудь? Не была. Вот я не удивлен, что в Европе он настолько быстро распространился, учитывая, что там, ну, все очень компактно, все тесно, и люди все друг другу попередавали, да. Мне кажется, у нас это, ну, такие масштабы, как там, они исключены. Ну, я с тобой не совсем согласна. Ну, в мегаполисе ты сам говоришь то, что люди у нас легкомысленно к этому относятся. Я вчера иду по улице, смотрю, идет женщина и просто ест семечки, облизывая пальцы, прошу прощения за подробности. То есть у нас легкомысленно к этому относятся, и в городах очень много людей, которые могут заразиться этим. Например, вот в Италии тоже угорали, да, над этим вирусом. Там сначала, как есть мемы, там несколько стадий, да, сначала все угорают, потом дай-ка я куплю антисептик, а потом там уже эпидемия, карантин все дома. Потом с градусником лежит. Вот, поэтому в чем вообще вся суть коронавируса? Смертность, возможно, не такая большая, как при обычном гриппе, да, но заразиться очень много может людей, и просто будет не хватать там врачей в больницах. Я считаю, что это не шутки, и то, что там у нас очень большая страна, все равно людей много в мегаполисах, могут люди просто заразиться в метро в Москве, сколько людей, поэтому считаю, что это не шутки. Тут я согласен, я согласен насчет того, что нужно меры принимать, да, чтобы не заражаться. Маски, избегание людных мест, хотя мы сейчас с тобой тут сидим, на сколько человек? Ну, человек шесть, наверное. А я из Китая приехал. Да ладно, когда? Ну ладно. Это твоя безответственность, ты должен был предупредить о том, что ты приехал. Я предупреждаю. Ну ладно, я приехал два месяца назад на самом деле, и я здесь уже два месяца, и все со мной в порядке. Карантин сидел две недели дома. Сидел. Все, молодец. Исключительно строго от и до, от звонка до звонка просидел и весь, и скучался. Ну не в этом дело, в общем, профилактика нужна, я согласен. Да, безусловно. Но, речь не об этом. Какое должно быть состояние ума в этой ситуации у человека? У нас сейчас у всех, ну у большинства, состояние ума такое, что они паникуют, и, ну как бы, на панике же хуже живется. Конечно. Всем ясно. Вот какое состояние ума? Мы сейчас говорим не про, не про то, чтобы следовать или не следовать профилактическим нормам. Все должны следовать. Да. Тут как бы без разговоров. Но как при этом себя люди должны ощущать? Я считаю, что каждый должен быть спокоен, и не выдумывать байки о том, что нас всех закроют, гречки не хватит, и мы все тут вообще умрем, обнявшись. В этом я с тобой согласна. Нужно быть спокойным, но осторожным. Вот. Когда ты нервничаешь, то иммунная система ослабевает. Самое главное, да, иммунитет. Если у тебя есть иммунитет, никакой вирус тебе не страшен, будь это коронавирус или другие любые инфекции. Нужно быть спокойным, но думать о своем здоровье, беречь себя и окружающих, да. Как я говорила уже, если ты приболел, ну не ходи ты на работу, понятно ты. За два дня ничего не поменяется глобально. Можешь отсидеть дома и потом там, как выздоровеешь, уже идти на работу. Мало информации у людей, поэтому они не понимают, что делать. Давай-ка я лучше закуплюсь там гречкой. Мне еще непонятно, почему это гречка именно. Почему не рис, не кунжут, там какой-то кускус. Ну, гречка роднее. Роднее, да. Но на самом деле в любых магазинах всегда будет там и гречка, и все. Поэтому паниковать не стоит, нужно быть спокойным, и все будет хорошо. Ты говоришь, вот информации нет у людей. Давай немножко дадим тогда информации в таком случае, чтобы люди еще более спокойно оставались. Мне кажется, основной факт, который нужно знать, что 80% тяжелых случаев по этому вирусу случаются у людей старше 60 лет. Но если ты моложе, если у тебя нет хронических заболеваний, хроники тоже в группе риска, если у тебя нет хронических заболеваний, то вероятность высочайшая, что у тебя все протечет на легкой либо средней стадии. Легкая средняя стадия – это даже не пневмония. То есть это как РУИ, по сути. Ты отлежишься с градусником, с пилюлями, с водичкой, с чаем, и все. И поправишься по сути. Да, люди должны нести ответственность за других людей, за тех, кто постарше. Но при этом бояться не надо ни в коем случае. То, что ты там что-то где-то заразишься, и то вероятность нижайшая. Я не согласна. Вот на самом деле, как понять, коронавирус у тебя или нет? У нас даже нет лабораторий, где там быстро могут, не знаю, за несколько часов ты сдал анализ, тебе сказали там «да», «нет». В любом случае, даже если ты плохо себя чувствуешь, у тебя слабость, сидишь дома, думай о других людях. Ты же не знаешь, что это может быть. И нужна ответственность. Нужно быть ответственным за себя и за других людей. И я с тобой согласна, что в зоне риска находятся люди старшего поколения, например, до 9 лет у детей вообще 0% вероятность заразиться коронавирусом. Не знаю, с чем это связано. В нашем возрасте уже есть риск, да, там примерно на 500 тысяч один человек может заразиться. Вот поэтому я думаю, что не нужно паниковать. Меры предосторожности, и все вообще будет отлично. Кстати, по детям. Вот в Китае сколько уже? Сотни тысяч зараженных, да? Детей? Нет, вообще. Из них сколько-то детей. Детей даже не то, что до 9, до 5, по-моему, лет. Вот совсем маленьких, да? Но из них 0% тех, кто перешел с легкой стадии на стадию выше. Все легкой стадии переболели. Но переболели. Вот. Однако никто не умер, никаких осложнений, все в порядке. Вот. Ну, это так я просто поправить хотел. Но китайцы вообще молодцы, они там за сколько, за несколько дней построили больницу, всех вылечили. И сейчас, насколько я знаю, у них уже нет случаев новых, там, заражений каких-то огромных, массовых. Они это все тихонечко, постепенно у них это все уходит на нет. Да, уже выздоравливают. В Бухане уже три дня нету прироста больных. В Италии все еще карантин. Мне непонятно, почему у нас все еще есть массовые какие-то мероприятия. Конечно, это закрывают. Кальяны. Я считаю, что... Кальяны надо закрывать. Ну, хотя бы на какое-то время, да. А почему именно кальяны? Ну, потому что в заведениях не так хорошо обрабатывают вот эти, как, я не знаю, как называются, трубы, вот эти вот чаши. Вот, то есть они же антисептиком не обрабатывают после каждого человека, который покурил. И ты представляешь, там, сколько осталось вот этих микробов, и ты потом берешь и куришь этот же кальян. Кури дома свой кальян, а ходить куда-то просто можно себя поберечь какое-то время, и все. Но я вообще топлю за иммунитет, неважно, коронавирус или не коронавирус, всегда нужно пить витамины, заниматься спортом, закаливаться. Это очень круто, и никакой тебе вирус тогда не будет страшен. Просто нужно заниматься собой, быть ответственным за себя и продвигать это в массы, чтобы люди следили за своим здоровьем. Слушай, я пока в Китае в карантине сидел, я прям заряжался витамином С. Я пил кипяточек с лимоном, кипяточек с лимоном. Главврач там, всея, Поднебесный заявил, что зарядка витамином С не поможет. Представляешь? То есть я тут сижу, значит, напиваюсь этим чаем, этой водой, и потом вот такой вот кукиш. Так что, может быть, и нет, может быть, это и не влияет. Ну, понятно, если ты такой приехал в Китай, там, когда у них коронавирус начался, и ты такой, надо попить витамин С. Это нужно делать постоянно, понимаешь? Хочу рассказать про китайцев, что они делали, да, когда все это происходило. Давай. Они гораздо сознательнее наших людей, мне кажется, потому что, когда это все не было еще таких масштабов мировых, когда это все только зарождалось, я подсчитывал людей. Представляешь, я шел по улице, я считал количество людей и выявлял, сколько из них в масках. 80% носили маски. Это при маленьких цифрах. У нас сейчас маленькие цифры, но у нас никто маски не носит. Их нигде и нет, на самом деле, я заходила в аптек, наверное, 5, просто по пути, там, от работы до дома. Нигде нет масок. У меня есть, недорого. У меня тоже есть сумки, 20 штук, обращайся. Вот, ну, блин, на самом деле, под ком можно замотаться, я не знаю, чем-нибудь, чтобы себя защитить. Да, плотно спасать. У меня сестра живет сейчас в Венгрии, и ее не пустили просто в посольстве без маски, представляешь? Ну, то есть, там на улице людей нет, то есть, люди осознанно к этому относятся, реально. Вот в Испании сейчас, например, знаешь, какая ситуация? В Испании людям нельзя без причины выходить на улицу. То есть, люди, чтобы прогуляться элементарно, они должны брать с собой мешок и притворяться, что они идут за покупками. Или собаку напрокат. Ну, да, или собаку, да, 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 да. Просто так никто никуда не выйдет. Вот как ты думаешь, у нас дойдет до такого? Блин, сложно сказать. Мне кажется, что нет почему-то. Не каждый может сидеть дома, позволить себе. У всех там есть семьи, обязательства какие-то. То есть, в этом пока непонятно и с какой-то стороны страшно. Ну, типа, прикинь, сейчас скажут карантин, все сидите дома. И что мы будем делать? Кстати, еще, вот, я вспомнил, еще один довод, почему у нас не разрастется так, как разрастается в Европе. У нас очень низкая мобильность. Что внутри страны, между городами, что между нашей страной и какими-то другими. Ну, турпоток, короче, маленький. Если сравнить с Европой, как европейцы между своими странами. Ну, у них мало там места. Мало места и плюс границы открыты. И плюс у них деньги есть. Они катаются постоянно. И, соответственно, они разносят, разносят, разносят. По Китаю. В Китае почему так разрослось по всей стране? Потому что это все случилось под Новый год, под их Новый год в конце января. И, соответственно, у них традиция в свой Новый год. Все разъезжаются из городов, где живут, в свои, так сказать, малые родины. В город, откуда они родом. Соответственно, все они все это развезли. Вот. У нас очень низкая мобильность. У нас между городами люди-то не особо часто ездят. И мало кто ездит. У нас люди вот, ну, сидят у себя там в Казани, не знаю, в Саратове, в Хабаровске. И особо, ну, насколько я понимаю, они особо не катаются. Соответственно, риск все это разнести по всей стране, он исключительно мал. Мне кажется, что даже если масштабы вырастут, они останутся в европейской части. И, скорее всего, в больших городах. Москва, Питер, Казань, ЕКБ. Все. В остальных городах будет... Ну, я с тобой тут не совсем согласна. Буквально недавно же сейчас только начали там туроператоры закрывать вообще за границу какие-то полеты. У меня знакомые отдыхать решили полететь в Дубай. И просто 500 человек развернули. И еще меня удивляет, я сейчас тоже вспомнила, что в других странах есть в аэропорту, там, на вокзале какие-то места досмотра, так скажем, где проверяют температуру. Не знаю, болеешь ты или нет. У нас вообще ничего нет. У нас просто, да, прилетел ты там с Китая. Или было? Не согласен. Было? Есть. Было, но, насколько я знаю, моих знакомых не проверяли. То есть они прилетели, просто прошли... А когда они прилетели? Давно? Ну, как раз-таки где-то неделю, может, полторы недели назад. У нас вот, короче, когда я прилетел, это начало февраля, первое число, уже тепловизоры стояли. А, они стоят, в Казани? В Москве. А, ну, а в Казани? Стоят? Сейчас стоят. Отлично. Вот, сейчас уже стоят. Отлично, это радует. Вот, ну, в Москве они уже стояли, и я, как бы, я даже их не спалил сразу. Например, в Китае перед вылетом, там не тепловизор, а там помимо тепловизора еще стоит человек, чуть ли не в противогазе, ну, естественно, не в нем. И вот с такой, ну, с этим вот градусничком в лоб. А, лебеди, да, приколы. Делает тебе инъекцию, короче, лазерным лучом. И еще и тепловизор. Но у нас только тепловизор, и поэтому могут некоторые люди, которые прилетают, они могут просто не понять, что их, оказывается, просканили, они не заметили. Ну, есть, давай поговорим о плюсах коронавируса. Мне кажется, есть и плюсы. Конечно. Смотри, ты слышал, что в Венеции воды стали прозрачными, там стали приплывать дельфины. Это ты? Да ладно? Реально? Ну вот, блин. Слушай, даже если так, представляешь, что это закончится, ну, все пойдет своим чередом. Ну, хотя бы планета выдыхает на какой-то короткий срок, вот эти вот пары там какие-то, там не работают же, правильно понимаю, в Китае там заводы и все такое не работает. Вот, ты представляешь, даже минимум, ну, не знаю, на несколько дней, на несколько недель, если это не будет работать, будет меньше этих испарений и там всяких ядовитых облака, там все это уйдет. Это же классно, это здорово. Ну, подытожим. Без паники, спокойно, меры, руки мойте, дезинфектор и все будет хорошо, лицо не трогайте руками, носите маску. Маска вообще для чего нужна? Не чтобы там, она от вируса, возможно, не защитит, но ты будешь помнить, что ты там ловите маской и ты не будешь трогать лишний раз лицо. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, главное заниматься профилактикой. Бояться не надо при статистике тяжелых заболеваний у старших людей, если вам не 60 или выше, то особо-то не беспокойтесь, на мой взгляд. Главное, все меры реально принимайте, там, спиртик, помыли мылом антибактериальным, маску даже не обязательно, мне кажется. Просто когда чихаете или кашляете, если уж вы в людном месте, делайте деп и все. В локоть чихнули и нормально. Почему в локоть? Ладно. А куда? Я не знаю. Чихнешь в ладонь потом на лицо себе и все, и пошло-поехало. Или руку кому пожмешь. Во, кстати, не жмите руки, ребят, пинайтесь ногами, лоу-кики, все дела наши, все. Вот, а гречка и бумага, ну вы что, серьезно что ли? Вот и все. Она всегда будет. Субтитры сделал DimaTorzok